На глубине почти четырёх километров под поверхностью океана, там, где давление способно сжать сталь и уничтожить всё живое, лежит корабль, ставший символом человеческой мечты и трагедии — Титаник. В этой холодной, безмолвной темноте он покоился больше ста лет, пока однажды тишину не нарушил слабый гул моторов. Новый подводный дрон, созданный с использованием новейших технологий, спустился в самые недра легендарного судна, впервые показав то, что до сих пор было скрыто от человеческих глаз. Это не было обычным исследованием. Это было путешествие в прошлое, проникновение в самую известную морскую могилу планеты. Прежде чем мир увидел эти кадры, команда инженеров и операторов провела годы подготовки. Каждый болт, каждый кабель дрона был рассчитан на чудовищное давление, ведь на глубине почти 4 километров оно в сотни раз превышает атмосферное. Там, где любой металл ломается, дрон выдерживает. Его корпус изготовлен из титана, камера заключена в купол из толстого акрила, а каждая микротрещина может означать гибель аппарата. Но даже эти технические детали теряют значение, когда он спускается во мрак. Ни одного луча солнца, только кромешная тьма, в которой свет прожекторов кажется единственной нитью между прошлым и настоящим. Когда дрон впервые вошел в пробоину корпуса, казалось, он пересек границу между мирами. Луч света медленно прорезал густую муть, обнажая очертания стены коридоров. Камера зафиксировала пространство, словно застывшее во времени. Изогнутые перила, обломки мебели, покосившиеся двери. Все это больше не просто металл. Это история, покрытая слоем ила. По мере продвижения дрон двигался все глубже, пробираясь сквозь обрушенные секции и осыпающиеся балки. Там, где холод и отсутствие кислорода сохранили то, что не смогли бы сохранить века на поверхности, открывались удивительные картины. Остатки роскошных кают, выцветшие ткани, предметы быта, туфли, чемоданы, игрушки. В каждом из этих объектов чувствовалось присутствие человеческой жизни, которая оборвалась в ту апрельскую ночь. Одной из самых впечатляющих сцен съемки стала знаменитая большая лестница. Когда-то это был символ величия Титаника, украшенный резьбой и сверкающими люстрами. Теперь от нее остался только каркас, но даже разрушенная. Она сохраняет величие. Свет дрона скользил по металлическим перилам, освещая узоры и очертания ступеней. Казалось, время застыло, позволив взглянуть в прошлое без прикрас. Продвигаясь дальше по узким коридорам, дрон проник в помещение, куда еще не ступала техника. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь тихим звуком двигателей. В одном из отсеков камера зафиксировала нечто, напоминающее человеческий силуэт под обломками. Эксперты не пришли к единому мнению. То ли это тело, то ли игра света и теней, но кадр вызвал волнение и спор. Ведь речь идет не просто об исследовании. Это прикосновение к месту, где покоится более полутора тысяч жизней. Для команды эта находка стала моментом осознания. «Титаник» — это не просто корабль, это мемориал, священное место, к которому нужно относиться с почтением. Позже исследователи долго обсуждали, стоит ли публиковать подобные кадры. В итоге они решили показать лишь часть материала, чтобы сохранить уважение к погибшим и не превращать трагедию в сенсацию. Но даже отобранные фрагменты вызвали шок. Зрители по всему миру впервые увидели внутренности «Титаника» так близко, будто сами оказались там. Каждый сантиметр корабля, каждая деталь рассказывали историю молчаливо, но с огромной силой. Вопрос, как дрон смог выполнить такую миссию, сам по себе достоин восхищения. На глубине, где давление способно расплющить танк, устройство должно быть идеально сбалансированным. Его корпус устойчив к деформации, соединения герметичны, а навигация управляется из лаборатории на поверхности в режиме реального времени. Через мощный кабель передаются видео, данные датчиков и команды операторов. Этот трос обеспечивает непрерывную связь и питание, но требует точности в управлении, ведь малейшее запутывание среди металлических конструкций может стать роковым. Чтобы избежать этого, дрон оснащен системой стабилизации и искусственным интеллектом, анализирующим расстояние до стен и объектов. Он реагирует быстрее человека, компенсируя течение и удерживая аппарат в нужном положении. Его камера снимает с ультравысоким разрешением, позволяя различать мельчайшие надписи на табличках, фактуру дерева и даже следы краски. Некоторые модели используют лазерное сканирование, создавая трёхмерные карты, по которым можно буквально пройтись по кораблю, не касаясь его. Благодаря этим технологиям исследователи получают не только кадры, но и точные цифровые модели, которые помогут отслеживать разрушение Титаника с течением лет. Люди не могут достичь этих глубин. Давление раздавит любого водолаза в мгновение. Даже батискафы слишком громоздки, чтобы проникнуть внутрь. Поэтому именно дроны стали нашими глазами в бездне. Они безопаснее, манёвреннее и способны открыть то, что было недоступно столетиями. И, возможно, именно благодаря таким аппаратам человечество впервые по-настоящему осознаёт, что значит прикоснуться к истории, спрятанной под километрами воды. Продвигаясь всё глубже внутрь обломков, дрон достиг участков, куда прежде не добирался ни один аппарат. Узкие проходы, обрушенные переборки и висящие на волоске конструкции делали каждый метр движения испытанием. Камера фиксировала кадры, от которых перехватывало дыхание. Старинная мебель, остатки посуды, куски ткани, личные вещи, застывшие во времени. Среди находок — пара женских туфель, фарфоровая кукла, чемодан с выцветшими бирками. Всё это напоминало, что «Титаник» был не просто кораблём, а домом и миром для тысяч людей. Дрон медленно проходил по коридорам, освещая стены мягким светом. В некоторых помещениях сохранились очертания мебели и декоративные элементы, словно затонувший корабль превратился в подводный музей. Даже спустя более века можно различить тонкости отделки, изгибы поручней и узоры на металле. Удивительно, что холодная вода и отсутствие кислорода сберегли эти вещи лучше, чем кто-либо ожидал. По мере продвижения аппарата камеры запечатлевали и разрушения, потолки, обвалившиеся под собственным весом, и стены, проросшие колониями бактерий, поедающих металл. Ученые называют их железными микроорганизмами. Именно они медленно, но неумолимо превращают Титаник в пыль. Впрочем, дрон не просто снимал, он сканировал. С помощью лазерных сенсоров создавалась трехмерная карта внутренних отсеков, позволяющая исследователям на поверхности наблюдать за каждым движением аппарата и одновременно фиксировать точные размеры и положение объектов. Эти данные помогут будущим поколениям понять, как именно разрушается корабль и где находятся самые хрупкие зоны. На борту судна-оператора команда следила за видеопотоком в реальном времени. Их лица освещал холодный свет мониторов, а за бортом бушевала ночь Атлантики. Каждый метр погружения сопровождался напряжением, ведь одно неверное движение могло привести к поломке или потере дрона. Но, несмотря на риск, исследователи продолжали миссию, осознавая ее историческую значимость. Ведь Титаник — это не просто объект изучения, а место памяти. Более полутора тысяч человек нашли здесь свой последний приют и каждый кадр напоминал об этом. Когда камеры впервые зафиксировали то, что могло быть человеческими останками, в команде начались жаркие споры. Стоит ли показывать эти кадры миру? Одни считали, что подобные находки должны оставаться закрытыми, другие утверждали, что история не должна скрывать правду. После долгих обсуждений решили обнародовать лишь фрагменты, настолько, чтобы показать значимость открытия, но не нарушить покой погибших. Этот момент стал ключевым для всей экспедиции. Он показал, что исследование Титаника не просто научный процесс, а моральная дилемма. Каждый шаг требует уважения, такта и осознания ответственности. Ведь это подводное место, своего рода мемориал, где даже дрон должен вести себя как гость в священном пространстве. Учёные подчёркивают, что главная цель миссии — не сенсация, а сохранение истории. Новейшие кадры позволили изучить состояние корпуса, увидеть, как меняются обломки с течением времени, и понять, как долго корабль ещё сможет сохранять форму. Одновременно они заставили задуматься, где проходит граница между исследованием и вмешательством. Ведь любое прикосновение, даже луч света может повлиять на структуру, ускорив её распад. Поэтому команда работает максимально бережно, стараясь оставить после себя лишь след знаний, а не разрушения. Каждый новый спуск дрона — это шаг в прошлое, попытка вернуть к жизни историю, похороненную под километрами воды. Но, как ни странно, чем больше мы узнаём о Титанике, тем сильнее чувствуем его тишину. Это не просто металлический остов, это место, где время остановилось. Прошло более века с момента гибели Титаника, но интерес к нему не угасает. Каждая новая экспедиция, каждая деталь, увиденная камерами, добавляет новые штрихи к картине катастрофы. Кадры, снятые дроном, стали не просто очередным архивом. Это открытия, способные изменить наше понимание трагедии. Учёные, изучая трёхмерные модели, начали замечать, что структура корпуса разрушается неравномерно. Некоторые части, которые считались утерянными, сохранились удивительно хорошо, а другие, напротив, обрушились окончательно. Это открытие помогает понять, как именно раскололся корабль в ту роковую ночь, какие силы воздействовали на него и почему гибель произошла столь быстро. Но вместе с техническими выводами появилось и философское осознание. «Титаник» больше не просто обломки, это история человеческой хрупкости и устремлений. Каждый чемодан, каждое кресло, каждая трещина на металле — след чьей-то жизни, чьей-то надежды, замершей на дне океана. Дрон, скользящий по этим залам, словно путешественник во времени, становится глазами человечества, заглядывающего в собственное прошлое. Его свет выхватывает из тьмы не только физические объекты, но и чувства, страх, надежду, отчаяние, которые когда-то наполняли эти помещения. Для команды исследователей это не просто проект, а эмоциональное испытание. Каждый из них понимает, что, изучая это место, они прикасаются к последней странице человеческих судеб. И хотя цель экспедиции научная, тишина внутри корабля напоминает, что они находятся в месте скорби. В научном сообществе эти кадры вызвали споры. Одни настаивают на необходимости детальной фиксации всех данных, пока обломки не исчезли полностью, другие считают, что «Титаник» должен быть оставлен в покое. Но, как бы ни складывались мнения, одно ясно — технология изменила подход к исследованию прошлого. Теперь мы можем видеть то, что ранее было недостижимо, не разрушая, не касаясь. Виртуальные модели позволяют путешествовать по «Титанику» без риска для корабля и для людей. Возможно, это и есть лучший способ сохранить память, не трогать руками, а наблюдать и понимать. В ближайшие годы исследователи планируют использовать ещё более компактные дроны, способные проникать в мельчайшие отсеки, где ещё могут храниться нетронутые артефакты. Они смогут создавать детализированные карты в реальном времени, фиксировать малейшие изменения и помогать в сохранении того, что остаётся. Существуют и идеи создания подводного музея, где цифровые копии корабля будут доступны каждому, не нарушая покоя места гибели. Ведь «Титаник» давно стал не только объектом науки, но и символом. Символом амбиций, трагедии и человеческого стремления к невозможному. Каждый новый кадр, каждая экспедиция напоминают, история не исчезает под волнами, она лишь ждёт, когда мы будем готовы её услышать. И теперь, благодаря технологиям, мы слышим её вновь, тихо, сквозь толщу воды и времени. «Титаник» продолжает говорить с нами. Его тишина стала голосом, напоминающим, что за любым прогрессом стоит цена, и что память-подь единственная, что способна пережить глубину. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова